добрый день уважаемые гудгеймовцы мы находимся с вами здесь а вы там если серьезно мы сейчас не так далеко от сочи вроде как да километров 40 может быть или меньше не как называется это место это вроде бы местный ребят я не знаю олимпийская деревня наверное что там что-то вроде роза хутор что-то такое что-то где-то вот плюс-минус 10 километров от роза хутора мы есть точно в общем мы в горах вечерком на специальном мероприятии которое называется не форум блогеров как вы понимаете здесь сидят известные блогеры которые мы блогер нового формата назовем нас так правда ведь да приятно узнать об этом да я тоже не удивился узнав об этом в общем если серьезно у нас будет серии интервью попробуем провести их в непринужденной обстановке тем более что здесь все довольно уютно да так на самом деле да уютненько футбол меня миша обыграл денис теннис очень уютная атмосфера ира в mortal kombat уютная мега атмосфера только не выигрываю ни во что мне не привыкать для тех кто вроде как ну вдруг не в теме рядом находится подокс он играет в доту и при этом пытается не материться и у него даже это получается местами до иногда это получается стараюсь но дота сами понимаете тяжелая игра не выходит хорошо расскажи пожалуйста о том что что тебя привело на это мероприятие как ты оказался здесь на не форуме блогеров а знаешь ли вот миш мы с тобой комментировали финал интернешн нет финал мажора финал мажора для обывателей да на одноклассника обыватели для людей незнакомых с компьютерными играми и как раз таки там меня и пригласили на это мероприятие а я приглашение принял то есть видимо ты понравился все таки да то есть рекоментирование казуальный как вообще ты готовился к комментариям мажора и готовился ли специально потому что все таки твои зрители в чате они что-то понимают в доте или думают что что-то понимают а там люди вообще не сведущие и они это не скрывают на самом деле особой подготовки не было я просто подумал какие слова сленговые можно заменить на какие русские общее известные всем и понятные особой подготовки не было только вот такие детали продумал для себя и все и приехал ну как бы не первый год в этом справились с мишкой без всяких проблем прости я что что вынужден был уехать раньше времени я видел ну смысле мне рассказывали что ты не ожидал оказаться в эфире один и потом тебя начали оттуда эти двое ноунеймов отжимать просто отжали миша миша уехал мы должны были комментировать финальную игру к сожалению я был готов откомментировать с кем-то из ну как бы другой бригады до один от них один от нас но они сказали что-то в духе мы работаем только вдвоем они партнеры они партнеры в хорошем смысле этого слова но я уступил да конечно ну как бы знаешь было не очень приятно но это ощущение быстро прошло в целом что тебе больше всего запомнилось на то мероприятие мы с тобой после него не встречались не говорили как-то вот узнать бы на том мероприятии да на самом деле просто было хорошее мероприятие все было сделано на высоком уровне но единственно кроме технической части она там падала иногда запомнился концерт 6 июня тысячи там чего-то лун да в общем от владимира левкина солиста бывшего группы на на концерт вот это запомнилось приходите на еще сюда можете приходить ребята смотря то что сейчас 19 мая или 8 миш миш но никто из тех кто не смотрел эту трансляцию шутки не поймет извините ребят но тех кто смотрел я думаю они улыбнулись как минимум вместе с нами да угу он так говорил когда мы как выяснилось когда мы ему что-то рассказывали в доте он постоянно говорил угу угу но он еще говорил что мы неплохо и без него друг с общаемся как бы намекая на то что мы не очень и не очень вы действительно не очень что нам скрывать в конце концов вались вблизи со звездой правильно согласен от него прям аура такая шла звездный да поддерживаю полностью ну хорошо по ту сторону огромное количество людей которые умеют ставить пеки ты умеешь общаться с чатиком ты умеешь общаться с дотерами какое вот самое главное качество необходимо стримеру по доте чтобы успешно вести трансляции ну ребят если я могу конечно вообще рассуждать об этом да насколько насколько я успешен миш ну ты понимаешь есть ребята которые стримят в доту и аудиторию которых в 10 раз больше а то еще больше ну с моей точки зрения а вот нет здесь миш универсального совета вот в плане в плане таких стримов которые я делаю да ну ламповые по большей части и так далее но мне кажется просто не нервничать чрезмерно и вести спокойно свою игру но это не подходит совсем для стримеров другого формата где как раз таки акцент абсолютно на противоположных качествах хорошо почему ты избегаешь стараешься избегать нецензурной лексики в отличие от других стримеров по доте ну это невозможно же вроде многие из нас проходили крещение я помню еще в старой доте как только заходишь и тебе сразу все объясняет все про тебя про всех про родственников по третье колено на самом деле ребята здесь причина одна в жизни с друзьями где-то в близко мне кругу естественно я могу общаться употребляя любые матерные слова и которые там ну и так далее в узком семейном кругу ну не в узком семейном в узком дружеском кругу но я считаю некорректным выдавать это на широкую аудиторию я считаю что в принципе стриминг должен стремиться но сводиться к минимальному количеству ненормативной лексики а лучше вообще обходиться без нее в перспективе для развития стримеров стриминга в целом это будет лучше и стараюсь сделать что-то такое да получается не всегда за это уж вы меня извините но стараюсь и буду стараться до с тяжело конечно в этой в этих тяжелых условиях но у тебя получается хорошо чтобы ты передал наиболее преданным своим зрителям я имею ввиду не физически какие-то там под мы ничего не будем увозить никуда на словах я бы передал большой большой привет ребят всем кто меня смотрит знает кому нравятся мои трансляции ваша поддержка для меня важна моральная выше всего спасибо большое за то что смотрите и напоследок кроме доты ты планируешь что-нибудь еще стримить знаешь да я пробовал стримить танки ну те игры в которые играют помимо доты я играешь танки слушай ну как как после вот этого всего киберспортивного ты же был менеджером rocksoft и хорошо играл в warcraft 3 танки карл танки ты едешь за камушек стал выехал если такой старый а это классно они медленные не требуют ну на моем скеле не требуют быстрых действий реакции она интересная по-своему что не кажется что battleground и другое про battleground еще поговорим ты же уже папашка я имею ввиду не доту смысле в прямом так ты уже давно не папашка понимаешь доте перестал быть а в жизни стал и скоро будут двойным папашкой тебе уже не хочется напрягаться особо да так в плане игры тебе не хочется соревноваться уходит вот это вот азарт юношеский максимализм желание победить я не могу просто понять почему появились в твоей жизни танки нет игра хорошая но она просто по сравнению с тем же самым стилем в котором играл под x warcraft ну там 8 часов в день и все мысли занимали а танки это вечером на расслабоне популять насколько я понимаю именно этим я и занимался в танках ты переоцениваешь мое количество времени проведенное в них то есть у меня даже не одного танка десятого уровня то нет ну бас я когда я ну бас я играла для души и танчики в принципе я отдыхаю ну там не напрягая она не напряжная это не battleground где тебя из каждого сортира извините могут замочкались но почему тогда battleground ты хочешь выбрать она более хардкорный на мой взгляд 100 человек каждый сам за себя и вперед ну то есть она не походит на на расслабиться ты будешь гореть я предупреждаю не то чтобы выбрать не выбрать речь о том что я в принципе люблю игры и я играю почти во все новые хорошие игры ну там x com выходили обе части я их обе проходил с галками iron man с галками как надо я пробовал я пробовал даже на терминаторе но естественно ну смысле ну как бы понимаешь там до третьего уровня примерно до 4 и все и пошло по новому ну на самой сложной не проходил нет не проходил я не такой хорошо этих путей будем ждать тогда трансляции по battleground возможно зарубимся с тобой еще разок мы же играли разок я чувствовал себя папашкой такое приятное ощущение я уже научился быстро лутаться через таб так что теперь все нормально ну спасибо тебе за все стрим почаще будем слушать будем смотреть и успехов тебе в семейной жизни спасибо миш всем пока